Самый лучший подарок это подарок, сделанный своими руками. И вы знаете, я-то думал, что кузнец это профессия уже исчезающая, уходящая, непопулярная. А нет, наш корреспондент Николай Корнеев прямо сейчас находится в самой настоящей кузнице. Коля, привет! Да, мы уже видим, что ты в специальном обмундировании и готовишься ударить молотом по наковальне. Доброе утро, Тимофей, доброе утро, Настя. Ну, чем заняться рано утром в понедельник? Ну, конечно же, нужно пойти в мастерскую кузнецу и сделать подарок для тещи, потому что сегодня Международный день тещи. И что мы делаем? Сегодня мы для любимой тещи сделаем ухват. Кстати, хотел вам сказать, что это не просто кузнец, это президент всех кузнецов, президент гильзи кузнецов. Василий, с чего начнем? Мы начнем с того, что мы оденем перчатки, для того, чтобы день все-таки закончился удачно. И обезопасим себя от всяких травм. Сегодня мы будем делать ухват традиционным способом из металлической заготовки, из самой простой металлической заготовки. Для этого нам понадобится обязательно клещик, чтобы горячую заготовку держать. Нам понадобится с круглым тылом молоток. Нам понадобится зубила. И, конечно, помощник молотобоец. Так, прекрасно. Как я понял, нам нужны будут все эти инструменты. Но объясните, пожалуйста, из чего состоит этот ухват? Этот ухват будет состоять из части рабочей, которую мы разрубим на две части и сделаем из нее два рога этого ухвата. И тыльные части, которые мы разобьем, сделаем из нее воронку, чтобы древко туда хорошо очень обмонтировать. Как сложно это делать? Это делать, в принципе, для профессионала несложно, но идти к этому надо всю жизнь. А вот для меня, как двоечнику, я смогу повысить свой уровень и сделать как троечник? Ну, мы будем стремиться к этому. Хорошо. Тогда давайте, может быть, приступим. Что мы для начала... Для начала мы разожжем горн. Горн у нас газовый, экологически чистый. И мы сейчас его подожжем. Так. Раз, два, три. О, красота какая! И мы туда кладем нашу заготовку, которую начинаем нагревать. Прекрасно. А на сколько времени мы кладем заготовку и когда будем ее доставать? Нагревается она сейчас медленно, потому что это утро, горн еще холодный. И, ну, какое-то время, там, минут десять она будет нагреваться. Минут десять. Потом мы уже вынимаем и вам, телезрители, покажем, как обрабатывать эту заготовку. Совершенно верно. Друзья, не переключайтесь. Буквально через полчаса мы покажем, как всеми этими инструментами превратить вот эту маленькую железяку в красивый уклад для тещи. Коля, ну мы ждем с нетерпением. Ждем, ждем, Коля. Спасибо большое. До связи. Спасибо. Николай, во-первых, я хочу заявить во всеуслышание, что ты настоящий мужик, и мы хотим узнать, как там подарок для тещи. Куется? Доброе утро еще раз. Мы продолжаем создавать в прямом эфире, я не боюсь этого слова, народный русский гаджет для тещи в Тея Руси. Василий, мы сделали заготовку горню, специальной из печи, и сейчас мы ее вынем, и что будем делать? И мы сейчас будем формировать две зоны. Это зона для ухвата для самого и зона для самого древка. Прекрасно. Чтобы закреплять его. Так. Сначала мы делаем талию для того, чтобы обозначить изящество и красоту самого предмета. И обозначить изящество и красоту самой тещи. Безусловно. И теперь мы формируем саму такую вот широкую часть для того, чтобы потом свернуть вороночку. Бей. Так. Раз, два, три. Много, 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 много. Раз, два, три. На это уходит очень много времени. Это большой труд, чтобы вот так вот расколотить полосу в лист. Поэтому мы сделали заготовку, и она у нас уже есть. Мы стремились вот к такому предмету, который мы свернем потом в вороночку для того, чтобы вставить древко. Для того, чтобы сделать усы для самого чугунка, надо разбить, прорубить заготовку на два уса. Усики для тещи. Да, да, да. Прекрасно. Все очень горячо, поэтому работаем быстро. Василий, ну признайтесь, вы когда-нибудь промазывали? Конечно. Куда же без этого? Если не промажешь, то не научишься попадать в цель. Николай, просто... Ну, нужно бить, я понимаю, с хирургической точностью. Красавец. На глаз. Стараться. Коля, красавец. Не слышит он ничего, но посмотрит, он занят. Довольно. Довольно, Коля. Увидимся еще с тобой чуть позже. Уже превратить... Как эти усики превратятся в наш ухват. Коленька, доброе утро. Ну, как там продвигается изготовление этого брутального мужского подарка? Доброе утро еще раз. Брутальный мужской подарок уже почти готов. Напомню, мы с Василием взяли небольшой металлический брусок, положили его в горн, обработали, и сейчас у нас третий этап создания ухвата для тещи. Василий. В прошлый раз мы успели расколотить в плоскость эту полосу и прорубить полосу на два уса, из которых мы будем делать ухват. Сейчас мы сформируем воронку для того, чтобы вставлять древко. Друзья, мне кажется, вот, если вы живете на девятом этаже, обязательно организуйте у себя кузницу. Вы поможете соседям. Нина Васильевна, вставайте! Пора выгуливать собаку. Василий, а что нужно для того, чтобы организовать хорошую кузницу? Огромное желание. И тогда все получится. Так, ну, может быть, нужно, я не знаю, там, пять лет изучать это мастерство? Ну, изучать надо не пять лет, а всю свою жизнь. Прекрасно. Сейчас мы выворачиваем заготовку для того, чтобы уже формировать куз. Вот мы, здесь его уже, вот он остыл, у нас есть специальная дополнительная заготовка, уже нагретая. Магия телевидения, ну, что тут сказать? И теперь подмастерье начинает оттягивать ус для того, чтобы сформировать красоту. А мой учитель по труду не верил, что я на что-то способен. Так, бьюсь вот так. Раз, два, три, четыре. Тем самым мы удлиняем ус, чтобы он полностью охватывал чугунок. Так, продолжаю, да? Да. Да. Так, поперёк. Слушайте, ну, на самом деле, очень кропотливая работа, естественно. Но можно накачаться, да, так нормально? Нужно. Нужно. Василий, три главных принципа, которыми придерживается кузнец. Ну, помимо того, что борода, первый принцип, дальше. Уважать огонь. Так, второй. И его бояться. И его бояться. Друзья, мы продолжаем. А у нас нагрелась ещё одна заготовка, и мы сейчас продолжим. Отлично. Так, это у нас что? То же самое, ус. То же самое, ус. Но второй. Продолжаю бить. Аккуратно. Очень сложно. А покажите вы, как настоящий маэстро. Ну, сразу видно, у Василия рука увереннее бьёт, чем у меня, у дилетанта. Но, друзья, на самом деле, бояться не надо. Половина заготовок, честное слово, сделаю я. Так, усы у нас готовы. Буквально через полчаса мы, наконец-то, покажем нашу итоговую... Это наш итоговый ухват. Да. Николай, ты просто молодец. Ты просто молодец. Я думаю, что тёща на такого зятя должна просто молиться. Днём и ночь. Хуаля, доброе утро. Ну что, готов ли сюрприз для любимой тёщи? Доброе утро ещё раз. Да, мы вышли на финишную прямую. И сейчас мы вам покажем, как мы создаём в прямом эфире ухват для тёщи. Василий, давайте, в заключительный этап. Нами уже создана заготовка, и сейчас мы будем делать сами рогатины у ухвата, сами усы. Усики. Усики. Загибаем мы их очень просто. Поскольку металл раскалённый, то он поддаётся очень и очень просто сгибанию. Сгибаем мы приблизительно, чтобы потом подогнать тот, точнее, по самому чугунку. Так. И теперь мы подгоняем молотком, да? Да. Слушайте, ну, на самом деле это чудо, потому что изначально был всего лишь металлический брусок, а тут мы его распилили, сделали такую розочку, да? Да. И вот у нас, в принципе, практически уже сам ухват готов. Останется только его ровно подогнать по размеру, как обувь по ноге. Так, ну, естественно, мы сделали заготовку, как этот ухват будет выглядеть. Времени просто нету, потому что это кропотливая работа. Вот так, друзья, выглядит этот ухват. И, Василий, я хочу сказать, что, конечно, ухват – это такой симбиоз символизма, то есть усики, зять, да? И получается, часть ухвата, как вы назвали, это изящная талия, то есть тёща. И юбка. Юбка. Ну, конечно, в итоге ещё у нас получается, ну, немножко на Люцифера похож, если честно, но тёщам об этом не говорим. Василий, давайте покажем, продемонстрируем, как ухват у нас работает. Совершенно верно. Та-дам! Дорогая тёща, поздравляю тебя. Детьки, берите, наматывайте себе на ус. Друзья, ну, а с вами была неделя рукоделия, и завтра будут новые мастерские и новые мастера. Неделя рукоделия. Завалим тёщу подарками вместе с Николаем Корнеевым.